Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим с вами об искусстве. Здесь, в городском округе Люберцы, совсем недавно у нас появилась новая победительница губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» Анастасия Прыгова, студентка художественного колледжа, учащаяся детской школой искусств имени Ковлера, которая сегодня пришла к нам в гости вместе со своим папой Сергеем Прыговым. Здравствуйте! 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 Честно говоря, готовясь к сегодняшней программе, мы обнаружили, что уже у Анастасии такое количество работ, что, наверное, можно собственную галерею открывать, да, Анастасия? Можно. Ну вот как вам, как это обычно задают такой вопрос, как вам пишется, ведь картины пишут, правильно? Да. Не рисуют. Или все-таки что-то рисуют, или что-то пишут. В чем разница? Писать картины значит понимать их смысл, понимать, о чем они. Они рисуют, рисуют в основном дети. Ну просто так, да. А когда вы начали писать? Когда из рисования превратились в художника? Думаю, в тот момент, когда я впервые пошла на более-менее профессиональные мастер-классы, курсы. А вот как вы попали в детскую школу искусственников Ковлера? Вас кто-то папа привел или кто? Я рисую с 4-х лет. Ходила на мастер-классы, и родители поняли, что мне нравится рисовать. И когда мы переехали в Московскую область, мы узнали про детскую школу искусств имени Ковлера. Было много хороших отзывов. Мы решили попробовать пройти отбор. Я прошла его с легкостью. Меня приняли, просмотрев все мои работы. Значит, они сразу разглядели, что вы талантливая. Талантливая? Думаю, да. А вы талантливая? Как вы считаете? Что заставляет вас писать картины? Я почему спрашиваю? Потому что уже до начала программы столько разных я уже так увидел направлений, стилей. Что вами движет? Мне нравится рисовать. Рисуя, я переношу свою душу на картины. А вы как-то, например, прочитали книгу или что-то услышали? Или, может быть, сон какой-то приснился? Или это просто иногда что-то вдруг возникает, какое-то желание? Каждый раз по-разному. Я рисую в скетчбуках людей, которые мне снятся. Я могу нарисовать свои эмоции, передав их просто через персонажа, нарисованного на холсте. А кто вас учил вообще первым движением? Вы говорите, с четырех лет. Да. Кто первым заметил, что девочка у нас растет, художница? Или никто не заметил, а вы все равно рисовали? Ну, родители начали меня отдавать на разные мастер-классы. Мастер-классы, да. Первым это было рисование. Мы сейчас спросим у Сергея Прыгова. Он у нас свежеуволенный в запас, человек военный. Интересно, когда у военных людей вот такие замечательные дети, которые занимаются искусством. Вроде бы, казалось бы, где вот армия, где искусство. А вот так жизнь, она устроена, может быть, это и правильно. Действительно, во многие классы отдавали, да? Кто был зачинателем? Вы в этом принимали участие или немножко со стороны? Ну, мы тоже принимали участие в этом деле. Жена сначала отправила ребенка учиться на рисование, потом на гимнастику ходила Настя. А, рисование, гимнастика, то есть весь набор? Потом самое фортепиано, что начало что-то. Фортепиано. Четыре, у нас было четыре. Ну, чтобы всеобъемлющее было, да? И бедная девочка вынуждена была везде ходить. И у нас загружено было вот и дома. Полный день была загружена вообще. Ну, фортепиано отпало сейчас, да? Отпало, сразу моментально. Гимнастика? Гимнастика, сам отпало. Пошла в школу, в гимназию. Она уже не спевала дать руки. Ну, понятно. Фортепиано и гимнастика, и все вместе. Ну, не успевала хоть на руки. Осталось живопись. Живопись, все. Ну, давайте мы сразу покажем диплом. Вы тогда показывайте аккуратненько, да, разворачивайте вот так вот. Мы показываем диплом, а я читаю, что на этом дипломе написано. Диплом победитель губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» прыгала Анастасия Сергеевна. Изобразительное искусство. Это, я так понимаю, в области изобразительного искусства. Вы получаете грант, да, 500 тысяч рублей, полмиллиона рублей, что звучит еще весомее. Вот представитель детской школы искусств имени Ковлера. Городской округ Люберцы, Московская область, 2020 год. Министерство культуры Московской области. Огромный, красивый диплом. Вот скажите, Настя, а что вы испытывали? Можно уже положить. Что вы испытывали, когда, ну, во-первых, узнали, во-вторых, когда вам вручали? А вот что художник, когда, и, кстати, что эти полмиллиона рублей, чего можно на них закупить, акриловых красок или что? Первая эмоция, которая у меня возникла, когда я узнала такую информацию, это шок. Потому что я узнала, что за мной наблюдали в течение нескольких лет за моими успехами. И именно за эти успехи мне выдали этот диплом. На эти деньги можно купить мольберт, графический планшет. А, графический планшет – это современное устройство. Да. Саморисующее. Ну, да. Где-то частично, да. Так. Вот. Для творческого развития я могу купить на эти деньги курсы или поездку в Питер на мастер-класс. Угу. Ну, в Питере не только мастер-класс, там наверняка еще пописать красиво что-то. Конечно. По-моему, каждый угол, куда ни взгляни в Питере, только вставай или садись, или ложись и пиши. Скажите, пожалуйста, а отчет какой-то нужен будет по этим полумиллионам рублей? Вы потом как-то должны отчитаться, куда эти деньги ушли? Конечно. Наш же народ любит считать деньги. Конечно. Эти деньги придут на счет моей художественной школы, бывшей имени Ковлера. И мне будут их закупать. И, естественно, отчитываться перед главой Люберецкого района. Понятно. Скажите, теперь по поводу школы. Вот сколько вы учитесь в школе Ковлера? В художественной школе я учусь 4 года. На следующий год я поступлю в 5 класс художественной школы, а это завершающий класс. Ну и одновременно вы стали студенткой художественного колледжа. Сейчас мы о нем поговорим. Но сначала давайте о школе. Что вам школа дала? Вы чувствуете, что эти успехи связаны в том числе и с тем составом, который там вами занимается? Конечно. Придя в школу, я, к примеру, совсем не знала, как рисовать людей. Но Шишкин тоже не знал, как людей-то писать. По-моему, он их никогда и не писал больше. Школа развивает во всех областях, которых можно. Ведь там тоже есть предметы, оценки и контрольные работы, которые оценивают труд. Учителя очень добрые и положительные. Они достаточно строгие, но и мягкие для того, чтобы направить в правильное русло. Кнутом и пряником это у нас называется. В мягкой форме. А кто вас поздравил из школы? Школа была счастлива, что у них такая есть учащаяся? Да, конечно. Меня поздравил весь коллектив учителей и мой коллектив, в котором я учусь. Мои одноклассники. А, кстати, одноклассники, они поздравили или там все-таки зависть какая-то художественная присутствует? В художной школе... Почему ей, а не мне? Нет, не думаю. В художной школе у нас довольно маленький коллектив, всего 11 человек. И мы очень дружны. Поэтому, думаю, никакой зависти нет. Только белая. Ну, давайте мы еще посмотрим ваши звезды и медали. Расскажите нам о том, что лежит перед вами. Вот я вижу голоса сердец. Что это вот за награда такая? Это кубок, который я получила в 2018 году. Конкурс в области изобретительного искусства для детей с ограниченными возможностями. У меня этот первый кубок и пока что последний. А также есть диплом. Так. Ну, а вот медали мы сейчас с дипломом перейдем, чтобы нам отработать документальную часть. А потом у нас уже будет художественная, потому что работ много. И я хочу, чтобы мы показали. Это у нас будет такое видео, как сейчас модно, в эпоху пандемии, видео, лекция по работам Анастасии Прыговой. Такой мини-тур мы вам устроим с помощью тех работ, которые здесь присутствуют. А вот медали, что это, расскажите, интересно нам узнать. В 2019 году я участвовала в конкурсе «Обилимпикс», тоже для детей с ограниченными возможностями. Но это не просто конкурс, это самый главный чемпионат страны для художников. А участвует какой возраст в нем? Участвуют все возраста, но, естественно, по категориям. Я была в возрасте школьники. Вот. Это первая медаль, первое место за первый тур областной. Областной, так. Я прошла первый тур и прошла дальше. Это уже российский. Так, а потом уже... Да. Эта медаль уже третье место по России, национальный уровень. Там были люди со всей России, приезжали в Москву, чтобы поучаствовать в этом чемпионате. И я была самой младшей там. Я очень удивилась, когда узнала, что заняла третье место. А с какой работой вы заняли? Нет, с собой мы не взяли эту работу? С собой этой работы нет, потому что ее отдали в какой-то главный дом культуры Московской области, и я ее с тех пор не видела. Так вот, начинается история, когда ваши картины теперь можно будет увидеть. Да? Да. Вот. Ну, хорошо. Дипломы давайте посмотрим. Папа нам несколько дипломов покажет, просто чтобы мы понимали, почему я на этом заостряю внимание для наших зрителей. Потому что обратите внимание, что помимо огромного труда и тех художественных составляющих, кстати, на общем плане вы тоже видите, у нас тут внизу картины, которые написаны Анастасией Прыговой. Но очень важно, что участие в конкурсах, и вот это тоже такой набор, портфолио, как говорят, да, сегодня? Да. Рассказывайте, что у вас там за дипломы. Это только часть, потому что все невозможно было разместить даже на нашем большом столе. Да. Это диплом, который удостоверяет о том, что я получала стипендию, 4 тысячи в месяц в течение года. Кормила семью. Да. Ну, в основном на эти деньги я покупала себе художественные материалы. Это уже не столь важно. А что за стипендия? Чья это? Это как? Стипендия кого? Так, можно, я прочитаю. Это стипендия губернатора Московской области для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья за творческие достижения в сфере культуры. Так, следующий диплом папа нам показывает. Смотрим, что там у нас еще есть. Это диплом «Голоса сердечек». А, это вот как раз… Да, да, да. Так, следующий давайте дипломчик. Я еще раз говорю, это только часть. Вот такая у нас сегодня звездная героиня. Первое место Анастасия Сергеевна Прыгова. «Изобразительное искусство. Компетенция. Пятый Московский областной чемпионат Абилимпикс». Да, те самые медали и тот самый диплом. Так, и еще, да, я вижу, один диплом у нас лежит. Это вот, наверное, диплом, который имеет непосредственное отношение третье место. «Компетенция», как сейчас говорят, «изобразительное искусство». Вот мы с дипломами познакомились, и прежде чем мы начнем ваши работы изучать во второй части нашего интервью, вот сейчас, наверное, тоже непонятный был период. Но, кстати, для вас, может быть, он был и плодотворным, потому что люди творческие, если краски есть, все материалы есть, и еще такое немаловажное, на чем писать, да, это, мне кажется, отдельная история. И никакая пандемия не страшна, но, тем не менее, вот что бы вы пожелали сейчас, может быть, нас смотрят или родители, или дети, которые, в принципе, хотели бы, видев уже, что у нас тут заготовки такие, видев ваши работы, захотели бы поступить в эту школу, что им нужно сделать? Надо трудиться каждый день, не отлынивать. Надо обязательно стремиться к своей цели и верить в себя. Без веры в себя вы ничего не добьетесь. Вот на этой ноте мы заканчиваем первую часть нашей программы, а во второй мы уже перейдем к наиболее, на мой взгляд, интересной, с точки зрения уже художественной части, что же все-таки принесла нам сегодня Анастасия Прыгова. Она же студентка художественного колледжа, учащаяся в детской школе искусств имени Ковлера и победитель губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья». Сейчас вернемся. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, городской округ Люберцы. Может быть доволен, потому что есть у него победитель губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», учащаяся в детской школе искусств имени Ковлера, а теперь еще и студентка художественного колледжа Анастасия Прыгова. Здравствуйте, Анастасия, еще раз. Вместе с папой Сергеем. Они находятся здесь у нас в студии. В первой части мы обсудили о сложном пути, что, оказывается, вы с четырех лет занимаетесь изобразительным искусством, и до сих пор вам не то что не надоело, а вы, наоборот, развиваетесь, ищете какие-то новые формы. Мало того, вот я сейчас покажу. Это не каждый может таким похвастаться. Вот у меня в руках персональная выставка. Расскажите, что это такое было? Это у меня был конкурс, районный конкурс «Моя Родина Россия». И в честь этого решили организовать для меня персональную выставку. А что ощущает художник, когда у него проходит персональная выставка, когда любой из нас может прийти к вам и посмотреть ваши работы? Гордость за саму себя. А вы не ходили, не все же, наверное, знают, как вы выглядите, не подслушивали там, что говорят-то? Может, где-то ругают, может, где-то хвалят. Но интересно же узнать. В основном эти работы смотрели учителя и мои одноклассники, поэтому знали, кто это. Они были в курсе. Да, знали, к чьей-то работы. Поздравили, подошли к вам. Да. А трудно, Сергей, трудно организовывать такую выставку? Или кто-то вам помогал всем вместе? Нам помогали там учителя. В школе, да? В школьничке помогали. То есть, как правильно сделать? Да, как правильно сделать. Потому что это же галерейное искусство, да? Когда поставят лучше, когда поставят. Сколько выставок-то было пока? Всего в моей жизни было три выставки, и одна из них скоро будет проходить в государственном. Спокойно, наберитесь терпения, не нервничайте, давайте вместе в государственном. Я сам приду на вашу выставку. Вроде бы как в Кремле. Да вы что? А почему? Как победитель программы? Да, как победитель программы «Одаренные дети Подмосковья». Ну, может быть, тогда и вас пригласят в Кремль, чтобы вы посмотрели. Отлично. Ну что, давайте мы сейчас посмотрим. Тут, правда, очень много интересных работ. Я сейчас начинаю показывать. И вот мы выяснили до программы, что Анастасия сейчас прежде всего работает над акриловыми. Ну, а как сказать, акриловые краски, да? Или как это вообще? Акрил. Акрил, да. Ну, художника, знаете, как у артистов, у всех свои названия. Вот давайте мы об этих трех работах поговорим. Я их как бы объединяю в единый, да, такой комплект. Вот. Вот эти работы. Да. Это у нас вот так оно все выглядит. Я думаю, что, видите, как у нас стол большой, все у нас вмещается. Рассказывайте. Это работа в стиле поп-арт. Я вдохновилась работами из интернета и нарисовала несколько своих в этом же стиле. То есть, ну, явно не львенок, а лев. Такой прямо весь лев-лев-лев. Но где-то он такой все-таки сказочный, приятный. Потом это лиса или кто? Это собака. Не-не, собака – это ряда. Это волк. Это волк. Волк и собака. Понятно. Хорошо. И еще у нас есть одна работа в стиле акрил. Сейчас я ее покажу. Которая выполнена вроде бы в том же стиле, но она немножко иная. Из другой уже серии, пожалуйста. Вот это такая что-то, я бы даже сказал, художественная такая иллюстрированная какая-то история, да? Просто решила взять и написать такую? Да, просто решила нарисовать девушку с разноцветными волосами и яркой кожей. Хорошо. Есть еще у вас и графические, да, скажем так, работы? Конечно. Работа выполнена… Тушью. Тушью. Это вот такая усадьба, да, где-то в Московской области, да? Это в Быково. В Быково. Вот, пожалуйста. Долго вот вы… Тут я смотрю, вы каждое окошко выписывали. Да, это работа Ярисова в художественной школе в течение нескольких уроков. А один урок у нас длится 2-3 часа. Ой, боже мой. Я просто… А вы что, вот считали все эти деревья… Ну, количество… Доски же у нас тут, да, дом как бы выложен? Прямо все высчитано. Да, конечно. Ступеньки все посчитала, окошки все посчитала. Молодец. Хорошо. Как и должно быть у настоящего художника, должны быть графические работы или то, что не вошло в большие. Так, еще несколько работ, которые, вот как вы сами сказали, что вы ими очень дорожите. Тут у нас есть работа победительца. Это вот такая работа. Это белка, как я ее называю. Не знаю, попал ли, может быть, у вас по-другому называется. Это, да, обычная белка на дереве, которая сначала не представляла для себя никакой стоимости, скажем так. А потом эта работа понравилась очень многим нашим знакомым. Ее просили отдать, но я никогда не отдаю оригиналы и рисовала аж несколько копий этой работы. Понятно. Знаете, есть такой замечательный художник, Ника Сафронов, вы, наверное, слышали. Он умудряется делать копии своих работ, потому что где-то он говорит, затерялась работа, но у меня есть копия. Я не смогу ее делать. Вот это одного волка, волчонка мы видели, вот еще одна такая работа. Казалось бы, да, вот белка такая жизнерадостная, вот эта работа. Прямо в ней много всего. Какое-то плохое настроение было. Нет, просто мне очень нравятся волки, водящие на Луну и тема космоса. Это моя любимая. А вы считаете, что волки водят на Луну, это плохо или это хорошо? Это их природа. Природа. Еще одна работа, которая тоже победила на каком-то конкурсе, это иллюстрация к Муму, я так понимаю, да? Да. Вот, посмотрите, тоже она выполнена. Я сначала подумал, что это мелки, но это как бы акварель, да? Нет, это пастель. Пастель, пастель, да, сухая пастель. Вот, но выполнена очень в таком стиле. И я думаю, что вполне так можно задуматься, проиллюстрировать прям все произведение. Это же тоже, кстати, и заработок в будущем, почему бы нет. Дальше, ну вот как же мы без вот такого замечательного, красивого, что у нас только один цветочек почему-то спрятан. Видимо, здесь художник что-то вкладывает в этот смысл. Один у нас живой как бы цветочек, несколько вернее, а второй? Это я рисовала в художественной школе натюрморт, первый мой натюрморт со стеклом. Я очень горжусь, потому что стекло здесь получилось довольно неплохо. Да, стекло, чтобы передать. Ну, один цветочек у нас спрятан, чтобы с ним было все хорошо. Так, вот это тоже интерес, совсем другой стиль, я хочу тоже показать. Был такой, мне это напомнил, так вот сразу же говорю, помните, бременский музыкант, это советский наш период. И вторая работа, это диска группы Битлз, желтая подводная лодка, вот что-то в таком стиле сделано. Эта работа, можно сказать, дала мне понять, какой стиль мне нравится. Мне нравится стиль обрубовки и поп-арт, потому что это чем-то напоминает работы со львом, собакой и волком. Так, хорошо. Ну и это еще не все. Там вот у вас работа, давайте мы посмотрим. А вы сразу всем не передайте, я буду, да-да-да, чтобы мы, я сегодня как, я же говорю, что я выставку устроил персонально. Вот здесь у вас уже дни волка нет, но луна присутствует, и одинокая, я так понимаю, девушка, или может быть девочка, и котик стоит. Да. Или сидит. Это был один из моих самых запоминающихся снов. Это я и мой кот, который смотрит на звездное небо. Ну да, в таком возрасте мы все немножко смотрим на звездное небо. Это очередной натюрморт, здесь уже скрипка у нас играет, художественное, да, произведение. Это была подготовка к национальному чемпионату Абилимпикс. Нам дали несколько тем. А, то есть это как задание, да? Да, это было как подготовка к заданию. Это тема творчества музыканта, как-то так называлась. Ага, так, а вот эта тема? Это тоже подготовка к этому же чемпионату, и называлась она в гостиной. Хорошо, ну и вот у нас внизу еще есть работа, вот семейный портрет. Просто расскажите, мы показываем их. Вы решили все, вы говорили сегодня, что не очень как-то у вас люди получались. Вы потренировались, теперь можно было маму с папой написать. Люди рисовать на самом деле очень сложно. Одна из самых сложных тем для художников, и это не только мое мнение, но и других художников. И у моих родителей была годовщина свадьбы, 20 лет, и я решила нарисовать что-то достойное для такого события. Ну, прежде чем мы перейдем к еще одной картине, все-таки у нас тут есть в самом конце, там мы вам показываем, необычная такая картина, череп. То есть многие сразу же пугаются, вот вроде бы такая замечательная, чаровательная, молодая, совсем юная художница, столько замечательных работ, вот, и вдруг череп. Ну, не все просто знают, что целые направления искусства с этим связаны, то есть череп можно по-разному изобразить, если вы посмотрите в разных направлениях живописи. А вы почему его написали-то? Это еще такой белый по-черному. Этот череп был заказом, скажем так. Я иногда рисую на заказ, ну, за шоколадку. Кто-то из друзей попросил, что ли? Из друзей-знакомых, скажем так. Сосуживец. А зачем ему сосуживец? Он что, хотел себе сделать татуировку, наверное, исходя из этого портрета? Мы не знаем, ему просто нравится. Страшно было? Нет, я люблю рисовать анатомию, ведь череп это часть нас, и это надо изучать. То есть в этом ничего страшного? Да, ничего абсолютно страшного нет. Понятно. Ну и, наконец, работа, которую, как мы выяснили, сделала наши гости буквально во время пандемии, в то самое время, когда и даже наша программа, мы все-таки старались выходить, приглашали гостей, но все равно это все было сложно. В основном все находились дома, и вот появилась такая работа, сейчас я ее вам покажу, она небольшая, но в ней, как мне кажется, есть свое наполнение. Расскажите, что это такое, как она называется? Врачи спасают наши жизни. Здесь врач с крыльями, как у ангела, сидит на планете. Он защищает ее своими крыльями, и видно, что он очень устал от своей работы, но будет продолжать дальше спасать нас, лечить. А вот скажите, просто это вам вдруг захотелось так сделать? Я почему? По-разному же можно написать картину, но вот здесь именно врач у нас, он такой очень реалистичный. Обычно, когда появляется тема, ну как все-таки религиозная какая-то, ангелы, вот крылышки появляются, и вот простой-простой человек с крыльями, вы берете совершенно простого врача. Как вы работали над этой картиной? Вам просто захотелось это написать? Мне захотелось. Ассоциация как это пришла? Ассоциация, ну, скорее всего, просто из-за ситуации с пандемией. Я поняла, насколько важны врачи, и хотела донести это до своих знакомых, потому что они, правда, могут спасти чью-то жизнь. Скажите, Анастасия, мы показали сегодня прямо вот много всяких разных направлений. Какие ваши следующие творческие планы? Или, может быть, какие направления? Ну, я получила сейчас грант губернатора Московской области, и хочу закупить на них такой художественный материал, как масло. Ни разу им не рисовала, и хотелось бы попробовать. То есть на века? Да, а также в вагончике, аэрозольные краски, это стрит-арт, интересное искусство улиц. Да, это сейчас в тренде, и в бренде, как говорят. Спасибо большое, Анастасия Прыгова, замечательная учащаяся детская школа искусств имени Ковлера, студентка художественного колледжа, победитель губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья». Конечно же, мы благодарим родителей, в данном случае в лице папы Сергея Прыгова, который только что стал свежеуволенным из армии, отслужил, отслужил как надо и вернусь. Теперь будет, наверное, вместе помогать Анастасии осваивать вот этот грант, который получила детская школа искусств имени Ковлера, благодаря Анастасии. И, конечно же, огромная благодарность всему творческому коллективу школы, которые вот здесь нас сегодня окунули в этот замечательный мир искусств, это так редко происходит, все другие какие-то проблемы мы решаем. Ну а вам остается пожелать, Анастасия, продолжайте делать то, что хотите вы. Спасибо. А мы будем вам помогать по мере возможности. Спасибо большое, вам удачи, это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пивненко, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!